Вечерний эфир 7 канала Сегодня в гостях у нас Владимир Щелкунов, председатель общественного совета при Министерстве иностранных дел Украины и президент Международной торговой палаты. Здравствуйте, Владимир. Спасибо, что пришли к нам в студию, нашли время. И давайте сразу же начнем конкретно говорить, поскольку времени не так много. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поставил задачу, чтобы Украина постепенно начала подниматься в рейтинге Doing Business, рейтинг Всемирного банка, который говорит о том, насколько легко в нашей стране и в других странах вести бизнес-процессы. На 83-м месте, вот рейтинг так выглядит, показываю нашим телезрителям, на 83-м месте мы находимся на данный момент, это достаточно далеко, потому что тут у нас над нами и Руанда, и Бутан, и Оман, и Мальта, вот мы где-то там почти в хвосте. Реально ли в этом рейтинге нам подняться и что для этого нужно сделать? Во-первых, подняться реально, да, и те задачи, которые поставил премьер-министр, они реально выполняемы и интересны на тот момент, что они под его непосредственным жестким контролем. Это мне как бизнесмену, как президенту Международной палаты нравится в том плане, что отчет о том, что сделано, делается практически и будет делаться ежемесячно. То есть уйти от проблемы и решения вопросов никому не удастся, если будет какой-то тормоз и не будет движения. Это очень большой позитив, и темпы, с которыми сейчас рассматривается решение вопроса облегчения бизнеса, вопросы, связанные с работой бизнеса, с делом бизнеса, довольно-таки набираются активные и непосредственно конкретные. То есть одно дело, когда идет просто какая-то говорильня, а сейчас идет конкретика по конкретным вопросам. То есть вопрос-ответ, проблема решения, сроки и когда. Это очень на каком-то этапе сейчас обнадеживает бизнес, что эти проблемы будут решены оперативно. Но, к сожалению, к большому, не все зависит от премьер-министра. Есть еще и парламент, и есть другие структуры, которые могут как содействовать, так и немного, возможно, и саботировать оперативность решения вопросов, которые поставлены премьер-министра. Это реальная ситуация в нашей стране, это не новое, и ничего тут нового нет. Поэтому я надеюсь, что если будет такой темп, то это вполне под силу нам. Я хочу еще уточнить для наших телезрителей о том, что рейтинг doing business, он еще связан не только с тем, на каком мы месте просто находимся. Это не просто информация о том, что надо подняться в рейтинге выше либо ниже. Рейтинг еще показывает иностранным бизнесменам, насколько эффективно и стабильно сюда можно вкладывать инвестиции. Так вот, на 83-м месте находясь, я думаю, что это не самая такая вот инвестиционно привлекательная страна, с таким климатом, в котором можно рассчитывать на высокие дивиденды. Это точно, это раз. Но в то же время законодательство Украины, если посмотреть, не учитывая негативные факторы, просто законодательство Украины, которое реально сейчас есть, оно позволяет ввести активные инвестиционные вклады. Но проблемы первым. Политическая ситуация нестабильная, экономическая ситуация на нестабильной, военная ситуация, как в областях, аннексия Крыма. Это все в комплексе дает людям, тем, кто хотел бы инвестировать, непонимание перспективы. Когда же все это уляжется, когда же все это будет стабильно, когда понятно. И здесь необходимо нашим и посольствам, и нашим чиновникам очень активно работать, рассказывая о том, что в целом-то ситуация в Украине нормальная, стабильная, понятная, спокойная. А есть регионы, в которых есть такая ситуация, и ничего страшного произойти не будет и не может произойти. Но законодательство позволяет и вывозить официально заработанные деньги без проблем, и, соответственно, но, опять же, дорегуляция Нацбанком по этой продаже обязательной валюте, по курсу скачущей и так далее, также их настораживает на то, что они же должны вывозить деньги в своей валюте, которая им нужна, а не гривны. А зарабатывают они в гривне. Поэтому вот эти все факторы, начиная от экономической нестабильности, политической в некотором плане нестабильности в отдельных моментах, а также то, что с валютой есть проблемы в движении и дорегуляция Нацбанка такова, что иностранным инвесторам на этом этапе не очень интересно. Поэтому сейчас все делается для того, если вы наблюдаете, чтобы снять этих ряд проблем, инвестор действительно почувствовал себя комфортно. Это сейчас активно делается. Вы отметили один из важных моментов, это курс национальной валюты, который постоянно скачет. Сейчас какая-то временная стабилизация. Это у нас, скажем, мы вышли на новый уровень стабильности национальной валюты, либо это временное затишье какое-то? Я думаю, что мы вышли на примерно реальный курс, который будет крутиться плюс-минус 2 гривны. То есть где-то вокруг, в интервале, в моем понимании, как доктора экономичного профессора, это будет колебаться, если никаких таких, ну вы понимаете, форс-мажорных коллизий не произойдет, то это будет колебаться в интервале, мне кажется, 27, 23, 22, вот в таком духе. И, кстати, если это будет так колебаться, то нормальное явление во всех странах самых развитых, самых современных колебаниях их валюты к евро или к доллару или даже евро к другим валютам постоянно в движении. И люди стараются покупать валюту или продавать, если нет острой необходимости, в те моменты, в которые на данном этапе интересно. И ничего для кого было удивительно, и никто никогда в жизни не доплачивал разность курсовую за счет государства. Ну, у нас была чуть-чуть ситуация чисто более популистическая раньше, что давайте будем держать так, только лишь бы было хорошо. Ну и к чему это привело? Должен быть плавающий реальный курс. То, что сейчас, в общем-то, и делается пока. Ну, коль уж вы коснулись международной ситуации, не могу не спросить вас о том, вот мы же находимся как бы не обособленно, не на острове, и мы чувствуем на себе и отражаем в своей экономике все события, которые происходят на мировой экономической арене. Вот, в частности, до эфира мы с вами говорили, что сейчас экономический спад завершен, и вот по синусоиде развивающаяся экономика поползет вверх. Вот, если можно, более развернутый ответ по этому, почему, и ждет ли нас действительно рост? В общем-то, в мире и в экономических закономерностях есть циклы, циклы, которые работают по синусоиде, спады, подъемы, это все уже обкатано, доказано наукой, и миллион раз все это знают, и ученые, профессионалы это понимают, знают. Вот сейчас, по реальной ситуации, ну, анализируя та, которая происходит в Украине, в мире и в целом тенденции европейские, мы берем как Украина, нас интересует Украина, ничего более, в данном случае, мы находимся в состоянии легкого начинания подъема. И скорость этого подъема будет зависеть от темпов роста нашей промышленности, от тех законодательных актов, которые мы примем, от тех стабильных решений, которые будет принимать Кабмин в плане повышения рейтинга Украины, и в плане стабилизации работы оживления потребительского рынка, в плане стабилизации работы по экспортерам, по вопросам, связанным импортозамещением, поэтому будет дальше идти ситуация. И так далее, и так далее, множество факторов, которые реально дадут возможность нам или ускориться по этой синусоиде, или подниматься, но очень медленно. Тогда вот такой вопрос. С января этого года у нас были уже открыты границы зоны свободной торговли, мы наконец-то уже добились этого результата. Добивались сложно и долго, но вот с января прошло достаточно много времени, но экспорт из Украины вырос всего лишь на 1,8%. Стоило ли прикладывать столько усилий, что мы получили такой очень незаметный результат? Стоило ли, лишь по первой причине, для того, чтобы наши экспортеры адаптировались к требованиям Евросоюза и европейских норм и принципов. Почему? Мы же стремимся войти в семью Евросоюза, мы стремимся иметь безвизовый режим, мы стремимся через какой-то период времени стать членами Евросоюза. И все это атрибутика, к которой мы стремимся, и наша есть цель и задача, требует от нас движения в сторону туда. Поэтому это было необходимо с этой позиции. Второе, у нас же экспорт поднимается медленно лишь потому, что у нас есть проблемы с другими рынками. Мы же не берем чисто рынок Евросоюза. У нас есть проблемы с российским рынком, у нас есть проблемы ситуационно с другими рынками, на которые отчасти влияют наши недоброжелатели, как вы понимаете. Даже без причин, иногда бывает экспорт останавливается на неделю, на две, на три. Потом все-все-все, все нормально, давайте дальше работаем. Но это же 2-3 недели, что такое остановлено в каком-то направлении экспорт в какую-то страну. Вы же понимаете, это тяжелейший вопрос, тяжелейшая ситуация. Потом быстро все налаживать, когда никто не рассчитывал, что резко вдруг не с того, не сего. То там сыр не стали брать, то там зущенное молоко, то там не стали куры брать, то там еще что-нибудь. Поэтому в данной ситуации я хочу сказать, что это есть необходимость, и многие украинские экспортеры уже готовы работать на любом рынке, потому что в них сейчас есть все атрибутики, которые дают возможность работать в Америке, работать в Европе, работать в других странах. То есть это в некотором плане всколыхнуло нас, я имею в виду нас, экспортеров украинских, задуматься о том, что у нас должна быть как в любого нормального бизнесмена атрибутика, полностью комплект документов, который дает ему работать во всем мире в любой стране. Доля экспорта Украины в международную экономическую арену нашего аграрного, аграрной продукции увеличивается, насколько я знаю. Да, при том очень активно и эффективно. Вопрос вот в чем. Мы часто слышим от различных экспертов, которые утверждают, что мы сейчас экспортируем активно за рубеж полуфабрикаты и сырье, но давайте же наконец сами его обрабатывать, создавать здесь рабочие места, открывать производственные мощности и, грубо говоря, не отправлять за границу древесину, а делать самостоятельно доски и продавать их в 4 раза дороже. Как вы считаете, насколько это, скажем, целесообразно? Это не то, что целесообразно, это необходимо. Я приведу пример пару быстро по меду. Наш мед покупают активно Германия, другие страны, но они потом покупают наш мед, смешивают, очищают его и продают уже как мед местный, но уже в 3-4-5 раз дороже. Точно так же, как они у нас берут бревна подготовленные или еще что-нибудь берут как сырье, продают потом доски, заготовки, раз в 5-6 дороже, условно говоря. Поэтому еще на заре формирования в древнем нашем, так сказать, создании советской власти была такая тенденция – бедна та страна, которая торгует сырьем. И это факт, который реально есть. Нам необходимо делать глубокую переработку, нам строить, необходимо создавать совместные предприятия, нам стараться максимально продавать продукцию, а не сырье. Сырье – это ума большого не надо, проще-проще. Мы, например, гордимся, что мы продаем, увеличим количество зерна. Это, в общем-то, хорошо. Но в целом, люди, покупая наше зерно, продают потом по всему миру другую продукцию, которая, после передела, в 3-5 раз дороже, чем ту продукцию, которую у нас покупаем. Это, конечно, выгодно – купить зерно, переработать. Почему мы не можем это перерабатывать и продавать? Почему мы до сих пор этого не делаем? Потому что мы пока, к сожалению, шли по пути упрощенного. Проще продать руду, проще продать уголь, проще продать зерно, проще продать соль или еще что-нибудь. Другими словами, быстрее, я скажу, добыть руду и сразу продать, чем строить завод. Совершенно верно. А для того, чтобы выйти на рынок и работать стабильно, быть перспективным и на длительную перспективу, однозначно необходима вторичная, третичная переработка и продавать сырье, только ли сырье. Почему у нас неплохо получается в ракетокосмической отрасли? Потому что мы продаем тот продукт готовый, который ни у кого нет и который конкурентен на этом рынке. Почему у нас более-менее нормальные дела в авиастроении? Потому что мы продаем также тот готовый продукт, который конкурирует со многими известными в мире компаниями. Кстати, а что мы продаем в ракетокосмическом комплексе? Ну, ракетоносители, которые выносят спутники на орбиту. Мы одни из лучших и одни из самых... Это сами не производятся? Совершенно верно, да. И ряд других направлений в вопросах ВПК и так далее. Мы достигли того уровня, где наша продукция даже в области ВПК есть очень конкурентоспособной наравне со многими фирмами, которые уже годами также над этой проблемой работают. Ряд реформ, которые сейчас происходят в Украине, достаточно громко о себе заявили. Их очень много обсуждают. В частности, реформа национальной полиции дала ощутимые результаты. Реформа... Вот сейчас декоммунизация, очень много внимания уделяется. Мы много раз в этой студии эту тему обсуждали и поднимали. Казалось бы, в стране что-то активно делается. Но вот в экономике какие-то реформы, они, возможно, либо не так заметны, либо их просто нет. Вот как вы считаете, есть ли реальные такие же реальные действенные реформы в экономике? Дело в том, что вопросы те, которые вы назвали сразу же, они видны через полчаса. А вопросы экономического развития поэтапно видны будут через год, два, три. И главное в реформах, это мой такой понимание взгляд, и я думаю, премьер-министр точно так же это все сейчас видит и оценивает, что, чтобы почувствовали среднестатистические люди Украины, граждане, какие-то облегчения. Вот когда среднестатистический гражданин, зайдя в Сильпо, Мегамаркет, коммунальные платежи получив, зарплату получив, еще что-то, почувствует хоть чуть-чуть где-то облегчение, вот тогда оценятся реформы. Макроуровень – это хорошо, и различные варианты связаны с экономическими, различными ситуациями, связаны с ростом и тому подобное. Но это должен для того, чтобы это оценено было народом, который избирает и депутатов, и, соответственно, ведет диалог с лазей, с бизнесом, должно быть соответствующее то, что ощутит простой среднестатистический гражданин Украины. Тогда это будет позитив. Что касается непопулярных реформ, но то, что действительно ощутит на себе каждый среднестатистический гражданин Украины – это одна из таких болезненных тем, которая поднимается сейчас на различных европейских площадках – это пенсионный возраст, повышение пенсионного возраста. Вы как экономист, скажите, пожалуйста, насколько этот шаг, он актуален на данный момент, необходим, и насколько популистическими являются мнения тех политиков, которые говорят, что мы не будем повышать, потому что наши люди не доживут? Во-первых, есть анализ, сколько работающих пенсионеров. Есть анализ то, чего получает пенсионный фонд в результате различных работ, действий и отчислений. И все видят этот баланс. И этот баланс должен быть здравым, нормальным и для повышения пенсионного возраста, как в отдельных странах. Если же множество пенсионеров работают на пенсии, я понимаю, что сейчас они работают не от того, что им хочется, а от того, что многие работают, есть необходимость. Но в целом-то мы смотрим в нормальном понимании экономической ситуации в стране. Поэтому есть баланс здравых вариантов работающих пенсионеров и пенсионеров, которые получают пенсию. Это раз. Во-вторых, множество стран, которые были после распада СССР, на намного худших стартовых позициях, чем мы. Намного. И Польша, и та же Венгрия, и Словения, и Хорватия, и другие. Они уже давно сделали сразу же непопулярные меры. Не заигрывали с народом выборами, перевыборами, какими-то манипуляциями, связанными с удержанием валюты, манипуляциями, связанными с удержанием субсидий каких-то и так далее. Они сделали непопулярные меры. Но они людям сказали, потерпите два года. Люди нормально это воспримут. И будет все нормально. И тот, кто не сумел это сделать, те потеряли все. И другие люди доделывали. Те, кто сумел, они стали национальными героями, национальными лидерами, что они сумели вытянуть страну. И о них вспоминают и сейчас, вы знаете, и везде. Поэтому нам надо в конце концов, было уже поздно, но сейчас хотя бы сказать людям, сколько надо потерпеть. Год-два люди нормально отнесутся, если им заявить. Через два года будет то-то, то-то, то-то. Если опять же будут точечные какие-то улучшения и точечные ухудшения, никто никому не заявит публично, что это даст и какой интервал времени на уровне власти, опять мы уйдем никуда. Опять у нас будут непонятные коллизии, опять у нас будут непонятные ситуации. Мы с вами уходим от экономики в политику. Вот вы правильно сказали, что людям можно потерпеть несколько лет, они согласятся, но если их в этом убедить, и если реально начнутся реформы. Но ведь у нас же никто не отменит тот самый популизм, который процветает пышным цветом, когда нам говорят, что одни утверждают, давайте пенсионный возраст мы будем увеличивать, поскольку экономике страны это нужно, и мы всю страну таким образом поднимем, и вашу жизнь тоже. А другие говорят, что нет, не соглашайтесь, вы до этого пенсионного возраста не доживете, на вас хотят нажиться, и давайте выходить на митинги. То тупиковая ситуация. Не тупиковая. Для этого надо просто кому-то задаться целью и посмотреть, что говорили люди, которые сейчас говорят, что вы ходите на митинги и так далее, когда были при власти, что они предлагали, и взять, показать это. Вот, уважаемые граждане страны, вот сейчас такая-такая ситуация. Посмотрите, что вам предлагали, когда эти люди были при власти. Какие их лозунги, какие их предложения, что они предлагали. И что они предлагают сейчас, когда они не при власти. Власть критиковать ума большого не надо, потому что власть – это всегда проблемы, это всегда и популярные, и непопулярные меры. А популисты – люди, которые хотят прийти к власти, в основном, вы понимаете, зачем это все делается, на фоне того, что они ведут себя с людьми непорядочно, рассказываем то, что реально невозможно, и то, что они не сделали или хотели делать, но не делали, понимая, что это нереально. Если показать просто анализ, простой анализ, что обещалось теми теми, которые сейчас рассказывают это, и для этого люди сразу поймут, что это есть, как говорится, я извиняюсь за такое слово, легкий лохотрон. Ну, думаю, что вот на… Спасибо вам за это слово, в этой студии оно нечасто звучит, я думаю, что звучало бы чаще, мы бы говорили на некоторые темы резче и быстрее бы их решали, потому что если мы проблемы поднимаем на поверхность, мы имеем шанс быстрее их решать, поскольку становятся более актуальными. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию, я еще раз представлю, что гостем студии программы «Вечер на седьмом» сегодня был Владимир Щелкунов, президент Международной торговой палаты и председатель Общественного совета МИД Украины. Сегодня говорили об экономическом росте, и, по-моему, достаточно четко намечается рост экономический, вот именно рост, да, то есть мы сейчас находимся внизу той самой синусоиды, которой ученые утверждают, что с этого момента начнем ползти вверх. Пока ползти, потом будем уже, наверное, и бежать, но главный вопрос – когда. Спасибо вам еще раз. Спасибо. 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 Спасибо.